Радуйтесь, православные! 17 число, и мы снова с вами встречаемся на площадке русской конописной школы, чтобы поговорить о святых русской православной церкви. И сегодня церковь вспоминает память преподобного Иоанникия Великого. Он родился в Вифинии в 752 году. Родители его были бедны и не могли дать ему даже начального образования. И с детства он должен был пасти домашний скот, который был единственным источником питания и существования для его семьи. И по приказу императора Льва IV многочисленные послы собирали по всем весям и селениям лучших юношей на военную службу. И в императорский призыв попал и Иоанникий. И он заслужил уважение коллег и сослуживцев, прослужил 7 лет в армии, был не раз награжден званиями и знаками отличия, но военная служба все-таки его тяготила, и он думал оставить ее и уйти в пустыню. Собственно, из армии он потом уволился через 6 лет, как я уже сказал. И по совету опытных в монашеском делании старцев, два года прожил в монастыре, чтобы подготовить себя к подвигам уже гораздо более суровому, в пустыне, где нет вообще никакой страховки. И даже если чего случится с подвижником, никто ему даже оперативно не поможет. Он учился грамоте, обратите внимание, из бедной семьи, не умел ни читать, ни писать, в армии служил, времени не было, и спустя только вот, не то что совершеннолетие, а скорее уже даже достигнув среднего возраста, он наконец уврачевал вот это свое неумение читать и писать. Выучил псалтырь и удалился в пустыне. И лишь раз в месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. И после каждого стиха, когда вот он пел псалмы в уединении, он употреблял молитву, которую мы и до сих пор читаем в вечернем правиле. Да, упование мое отец, прибежище мое Христос и покров мой Дух Святый. Да, помните, упование мое отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый. То есть вот с этим небольшим изменением, который в общем-то не меняет смысла вообще никак, только еще более четко указывает на Святую Троицу, мы читаем молитву вот этого подвижника в нашем ежедневном правиле. И спустя 12 лет подвижнической жизни отшельник наконец принял постриг. 70 лет он провел в подвигах и достиг высокого духовного совершенства. Известно, что он освободил остров Фас от множества змей. И предузнав свою кончину, отошел ко госпитту 4 ноября 846 года в возрасте 94 лет. То есть в качестве темы для размышлений, вот посмотрите, буквально одна строчка в нашем вечернем правиле, это плод духовного делания святого подвижника, который вот 94 года размышлял, молился, постился, проводил время в трудах. И вот это все выкристаллизовалось вот в это его упование. Мой отец, прибежище, мой сын, покров мой Дух Святый. И поэтому счастливы мы, которые в отличие от его современников, например, или, опять же, даже жителей Российской империи, там, века 18-го, 19-го, мы грамотны, мы имеем возможность читать, мы имеем возможность следовать в утреннем и вечернем правиле не как Бог на душу положит, молитвы Иисусова сколько смог, а потом забыл, отвлекся, заснул, а вот именно как это является выражением и итогом жизни целого такого монашеского пути святого человека. Поэтому возблагодарим Господа, что мы грамотны, что живем в 21 веке, что имеем возможность в своем ежедневном правиле использовать духовный опыт ни одного подвижника. Об этом часто мы забываем, а полезно было бы себе время от времени напоминать об этом. Ну а так, на сегодня все. Возвращайтесь завтра, когда мы с вами поговорим о Патриархе Тихоне, Патриархе Московском и вот новомученике 20-го века. А на сегодня все. Храни вас Господь.